такая метель поднялась ветер всем добрый день всем хорошего настроения сегодня у нас очень зимняя и очень ветреная погода по-настоящему зимняя ветер холодно снежок только что прекратился я жду весну а тут тебе зима снова слушайте какой у нас сегодня ветер как-то неприятно я уже вам говорила что у нас в городе нет ни одного супермаркета зато много разных магазинов морёчка киосков всяких забегаловок наливаяк раздеваяк и прочей мелкоты и что характерно во всех этих магазинчиках в основном один и тот же товар иногда я думаю неужели люди это все покупают ну наверное уже покупают иначе бы магазинчики все закрылись магазинчиков больше чем людей а вот памятников у нас очень мало можно пересчитать на пальцах одной руки это памятник писателю гробовскому сейчас я покажу его ближе гробовский павел арсенович родился в 1864 году умер в 1902 году вот это единственно большой памятник валках других памятников у нас нету не могу даже объяснить почему это так хотя я думаю что валки расположен в 50 километров вот такого большого города здесь наверное же проживали какие-то люди которые заслуживают чтобы их увековечили в памятниках но нет вот один павел арсенович гробовский а это памятный знак людям которые умерли на территории валковского района и в самом городе валки умерли от голода в 1932-1933 годах и не дай бог чтобы это повторилось а это аллея славы погибшим валковчанам и жителям валковского района в период великой отечественной войны здесь вот написаны имена всех погибших их очень много а а А это православный храм. Видите, какой красивый, очень красивый. Сейчас я подойду, почитаю, как он правильно называется. Украинская православная церковь Харьковской епархии Свято-Приобреженский храм Освячин, 29 августа 1993 года. Мне очень нравится наша церковь, поэтому я вам показываю ее со всех сторон. А я пришла к последнему памятному знаку, который я знаю. На этом месте стояла церковь, в которой венчался Григорий Савичского рода. Это украинский философ. Григорий Савичского рода. Вот и все памятники, которые я знаю в балках. Их очень мало, к сожалению. Хотелось бы больше. Ну, что есть, то есть. Вот и прошел очередной день. К вечеру выглянуло солнышко. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...